ну вот мы на месте в лесу вот как тепло у нас сегодня травка кругом зеленая и вот такое лето люди загорают люди купаются наши пчелки тут жужжат пойдем посмотрим грибочки я вижу там и маков полно красных люди говорят есть уже черненькие грибочки чернушки а то у нас маслята полный морозильник на соберем чернушки если повезет нету здесь грибочков до нас приехали здесь нарвали нарезали все мы к шапочному разбору приехали потому что люди на карантине сидят им скучно делать нечего они сюда приехали за грибами а мы сейчас после работы и уже нет ничего пойдем на другую полянку чуть чуть выше посмотрим ну зато тут только цветочки есть вот зато растет покажи что это за грибочки чернушки такие вот чернушки уже все на ну ка идем к масленку а вот и масленок он маки красные вижу чуть выше сейчас подойдем к ним но нет чтоб дома на карантине сидеть вот где они лазят они по лесу лазят тоже им нашу полянку показал все секретики рассказал надо же такое то была наша полянка они приехали все срезали ничего нам не оставили там и вечером после работы сюда сейчас четвертый час вечера уже солнышко уже не в зените но уже скоро садится будет вот такие зеленые полянки у нас и маки кругом красные добраться бы до них только да обидно ну вот он завтра я сейчас вам покажу кто не видел как он растет вот уже когда-то показывал это такая очень вкусно ароматная травка мы ее собираем сушим потом с оливковым маслом с солью с перчиком острым и с кунжотными семечками смешиваем это шикарно приправа получается вот такой лес у нас зимний лес где-то снег а у нас солнце у нас загорают и купаются сегодня жарко сегодня 23 градуса лето вот так сейчас буду спускаться как бы Саша не потерять мне тут в лесу то я стою разговариваю Саша куда-то ушел вот цикламена кругу из этих листочков лесных цикламенов мы делаем долму как из виноградных листочков они такие кисленькие получаются неженькие такие но только из лесных цветов ни в коем случае не комнатных не домашних а вот из этих лесных насобираем вот такие вот листочки и делаем так же как из виноградных вот они вот он затор он кругом растет его очень много здесь еще бывает дикий укроп тоже собираем вот такие валуны огромные огромные это сосновый лес тут только сосны растут вот такие вот вон шеишки на соснах вот вот сейчас я чуть чуть выше поднимусь я вижу там красные маки вот такой у нас зимний лес вот январь месяц 5 января а вон и маки вот целая полянка вот вот еще И рядом вот такие кусты затора. Кругом всё зелено, травка зелёная. И там тоже маки. Ну вот там целая полянка маков. Вот такая у нас зима. Вот такое у нас зимнее лето или летняя зима. Называйте, как вам нравится. И вот полянка с маками. Там такие алые на зелёном. Красота, да и только что говорить. Сейчас самое шикарное время года. Нету такого изнуряющего пекла. Ну вот совсем скоро, в апреле, всё это сгорит. Всё это в апреле сгорит. И вся эта зелёная травка превратится просто в жёлтую сухую траву, которая легко загорается от палящего солнца. Вот оттуда и возникают такие страшные пожары. Так, Сашу я совсем потеряла. Я даже не знаю, в какой он стороне. Ау! Саша! Он, наверное, ушёл далеко. Может, правда, грибы есть. Ну ладно, пускай он ходит, ищет. А я здесь медленно, ну вот, цветочки поснимаю. Вот их сколько. Такие красные огонёчки на зелёном поле. Красиво смотрятся. Ну, просто потрясающе. Ну что, буду спускаться, даже не знаю, в какую сторону идти. Я не знаю, куда он ушёл. И боюсь же далеко куда-то углубляться в лес. Вот ещё. Цветочек аленький. Цветочек аленький. Такой же, как меня Саша называет. Он меня тоже аленький называет. А вот это я вам хочу показать, это дикая спаржа. Спаржа и затор, всё рядышком. Кстати, спаржа очень вкусная, дикая. Я её мариновала. Спаржа очень вкусная, очень нежная. Вот он затор и буквально рядышком спаржа. Она такая вот, колюченькая такая вон. Что тут ещё есть? Вот цикламен притаился. Рядышком с затором. Ну, всё это на одном месте, всё это рядом. Вот ещё затор. Тут даже никуда далеко ходить не надо. Встал на одном месте. И, пожалуйста, дары природы. Всё под ногами. Красивый лес, очень красивый. И тут так тихо. Какие-то насекомые жужжат. Нет, не скажу, что это наши пчёлки. Это кто-то другой. Птички какие-то интересные тут свиренчат. Вот такие шишки. И вот опять цикламены. Я здесь! Меня уже ищут. Ну, что ж, пойдём на голос. Пойдём на запах на мягких лапах. Меня потеряли. Но не волнуйтесь, тут нельзя потеряться. Потому что это лес наш. Мы тут постоянно бываем. Тут исхожены все дорожки. И поэтому потеряться здесь практически, ну, я так считаю, ну, трудновато. Можно сказать, мы выросли вот здесь, если можно так сказать. В этом лесу. Вернее, рядышком с лесом. Но тут бываем постоянно. Вот ещё цикламен. Вот такие шишки. Шишки! Сосновые. Ну, пойдём-ка прямо. Вроде бы там голос раздавался. И вот такая закономерность. Чем больше зимою дождей, тем больше летом и осенью пожаров. Потому что трава очень высоко вырастает по поясу, а то и выше. Получаются такие заросли из-за дождей. А к весне, к лету оно всё высыхает от палящего солнца. Становится сухой и вот воспламеняется от любой сигареты брошенной, да просто от бутылки, которая лежит и солнцем вот так нагревается и воспламеняется всё. Вот место какое красивое. А я вам всё рассказываю и рассказываю, сама собою говорю. Ну ладно, посмотрим, какой я рассказчик. Хотя, о чём это я? Да, приятно с умным человеком поговорить. Хм, сам с собой веду беседу. Называется. Не, ну если так человека, который тут никогда не был, вот сюда привезти и оставить, конечно, он может заблудиться. Я здесь. Вот меня зовут. Меня зовут Юнсом Пезосом. Вот такие вот дорожки. Здесь вот такие вот полянки. если туда вниз спуститься, тут такие валуны огромные. вот. Так, ну что ж, я не знаю, шла вроде в одну сторону на голос, а теперь я вроде слышу с другой стороны голос. Сейчас, как бы тут кубарем не скатиться, ой, держусь за ветку. О, ну, ну вот буквально на каждом шагу затор. Боже мой, самая вкусная травка, которая только есть, самая вкусная приправка, которая только есть. Одна из вкуснейших, поверьте. Уже знаю, что говорю. Вот. Просто так взять питу, на огонь кинуть, сбрызнуть оливковым маслом, да насыпать вот эту сушеную травку с кунжутным семечком. Ну, это просто счастье. Больше ничего другого не надо, поверьте. Вот это и есть наша такая восточная, ну, можно сказать, средиземноморская еда. Наверное, ближе все-таки ближневосточная. Все-таки она здесь растет. Не знаю, где она еще растет. Это библейское название Исоп. О, я шла на голос, а голос, оказывается, меня преследовал с другой стороны. Ну, что мы набрали? Мы посрезали уже. Вот гады. Ну-ка, покажь. Маслят. Ну-ка, что-то. Чем нечего. Самый с удовольствием. Вот это урожай наш сегодняшний. Зря всем карантин дали, вот зря. Вот нечего дома сидеть, нечего тут шасать по нашим хлебным местам. Ну, шучу я, шучу. Маки там ты снимал? Да. Ну, сейчас мы еще раз зайдем туда. Зайдем. Я уже... Ой. Забудились. И еще. Еще заблудились. И еще. Красавцы. Красавцы. Чернушки жаль. Порезал кто-то. Они еще будут? Чера буквально. Да будут. Ну, давай выходной подъедем. Поехать. Ну, поедем туда, в лес. Поедем. Может, там белые будут, нет? Там будет. Ну, полно. Вот я все время про завтра говорю. Я восхищаюсь этой травой. Ну, честное слово. Восхищаюсь. Подтверди мои слова. Да. Вот оно. Вот что правда, то правда. Я не знаю, как мы жили раньше. Не знаю эту травку. Ну. 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 Это все. Это все, да? Скажи, и больше никакого счастья другого не надо. Надо. Надо? Много надо счастья. Много счастья. Много счастья. Ну, что? Дикобраза кто-то покоцал. И дикобраз тут был. Они живут. Ну, иногда вот так вот идешь по лесу и встречаются иголки дикобраза. Видно, они сбрасывают себя. А может, они дерутся и тоже себя сбрасывают. Свои иголки. Иногда одно время когда-то мы насобирали эти иголки. Ну, просто так. Для... Я не знаю, как это сказать. Артефакт или как это называется? Когда ты собираешь что-то интересное. Как это? Артефакт это... Ругайте меня. Ругайте. 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 Когда мне говоришь 30 лет на... 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 Я не могу сказать на родном языке, но... Слова, которые просто вышли с... С обихода. А всю катастрофу вспомнить невозможно. Крутиться на языке вот так вот не поймать это слово. Вот они, иголки дикобраза. Вот они. Если кто никогда не видел. Да, видели. Вот. А кто еще тут водится? Вот в этом лесу. Кабаны. Антилопы. Антилопы. Антилопы, я знаю. Да, мы их снимали. И все? Таиландцы. А, Таиландцы. Это они наши грибы. Все позрезали, поели. Не, наши Таиландцы классные ребята. Они нам иногда вкусняшки такие интересные подкидывают. Наши молодцы, ребята. Дорога. Такая проселочная или лесная, как ее назвать. Вот она, дорога идет. Сейчас к ней спустимся. Ого, сколько затора. Затора. Вот. Вот сколько затора. Бери, не хочу. Ну что ж, попробую спуститься здесь. Такие волны огромные. Ой. Вот я поближе подошла. Вот они. Библейское название Исоп. Я не знаю, родственник это Тимьяну или не родственник Тимьяну. Ну, мне кажется, ничем эту травку по аромату, ну, просто невозможно. Вот. Листочки как раз хорошие под этот, под долма. Давай. А вот то, что я говорила, вот это вот листочки цикламена, но только лесного. Если в них завернуть фарш, то получится долма, как с виноградных листочков. Кисленькие. Кисленькие. Нежные. Чуть-чуть кислее, чем из винограда. И даже чуть-чуть нежнее, если бы это были виноградные листочки. Нежнее, конечно. Нежнее. Ну, вот. И не только я одно такое говорю. А то меня просили показать, Саш, как это делается. Ну, это надо собирать. Юля из Уфы попросила меня показать, как это делается. Себельки вкусные. Так, ты мне или руку как-то, то здесь уже, тут уже какие-то враги, какие-то земля тут какая-то. Мягкая, очень боюсь провалиться. Вот такого размера листочки. Так, ты из всего вот этого будешь делать? Нет, это я показать тебе. А, показать. Вот такие крупные есть, вот. Вот огромные. Ну, крупные не надо, наверное, средненькие. Ну, вот как обычно, если бы из виноградных листочков, с молоденьких виноградных. Вот как только по весне у нас появится, обязательно сделаем долму. Кисленькие. Кисленькие, да. Да, вкуснятые. Вкусные. А это что, тыквочка, тыквочка растет. Тыква растет? Ну, дикая что-то. Вот видите, чего только не растет в этом лесу. Я даже, ну, это негодяи, Саша. Они, наверное, не знали, что мы придем. Надо было сообщить. Да. Как ты думаешь, это тайландцы собрали? Вот как раз такие сушить. Вот. Жирненький такой затор. Ммм. Ну-ка еще раз. Вот видите, как можно прямо с кустика кушать. Это ж правда. Это правда. Молоденькие. Это потрясающе. Поверьте уж точно, мы знаем о чем говорим. Такое, ну, я не знаю, аналога, наверное. Это разве может быть аналог? Всегда можно чем-то заменить, конечно. Но это уже будет совершенно... Я говорю, это уже будет другой вкус. Как можно тимьян чем-то заменить? Это будет другой вкус, да. Я не скажу, что будет хуже, лучше. Это будет совершенно другой вкус. Но мне очень хотелось бы, чтобы вы конкретно вот именно эту травку попробовали. Я даже не знаю, как вас угостить этим. Но кто приезжает в Израиль, кто приезжает в арабские страны, в Египет, в Иорданию, ну, должны знать. Обязаны знать. А вот кто знает, может подтвердить. Все, с таким вот уловом мы возвращаемся. Ну, вы жужжите, жужжите надо мною. Пчелки. 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 Пчелки, пчелки. Жу-жу-жу. И на вас я не гляжу. А это что за... А-а-а. Ну-ка, давайте. Ну, конечно. На весе наших кормельцев наших. Ну, ты, чтобы они тебе не рассказали, где они живут. Между прочим, Саша, это было бы свинство с их стороны, потому как каждое лето я их спасаю тысячами. Спросите, как? У нас во дворе стоит огромный-огромный такой. А более их всего 60 лет. Потому что еще Оля эту не спасла. Я спасаю их каждое лето. У нас во дворе стоит огромный-огромный аквариум, где плавают рыбки. И вот в жару прилетают пчелки, напиваются так, что они могут потом взлететь и начинают тонуть. Мне жалко смотреть на это. Я стою, их вытаскиваю буквально из этого бассейна, из воды. Потом они садятся мне на руки, наверное, благодарят и потом взлетают. Поэтому было бы свинство сейчас меня укусить. Ну вот. Все.